Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Предвыборные дебаты, которые инициировал президент Петр Порошенко на НСК Олимпийский в Киеве не состоялись. Его оппонент, кандидат в президенты, Владимир Зеленский, на них не пришел. В присутствии 5000 человек президент отвечал на вопросы СМИ. На месте работает корреспондентка ЮИТВ Тата Кривенко. Она на прямой связи со студией. Тата, расскажи, как прошла встреча? Привет, Даша. Что ж, дебаты так и не получились. На них пришел только один кандидат, Петр Порошенко. После вступительного слова он пообщался со СМИ, ответил на их вопросы, в том числе были и иностранные СМИ. Говорили об итогах работы за 5 лет, планах на будущее в случае победы, а также прошлись по ключевым позициям. Мы действительно дали отпор агрессору. Здесь есть чем гордиться. Мы в условиях войны сохранили демократию и право выбора. Мы в условиях войны обеспечили экономический рост, который, кстати, опережает стагнацию, которая существует в РФ. Несмотря на рост цен на нефть, Украина демонстрирует значительно выше темпы роста. Я обязан сказать эти слова. Судьба Украины в опасности. И речь не идет о фамилии Порошенко, а речь идет о рисках с точки зрения внутренне политических и внешне политических процессов. Рисках для демократии, рисках для экономики. Здесь, на Олимпийском, на дебаты собрались тысячи людей. Их безопасность охраняла нацгвардия, конная полиция, а также полиция диалога. Стоит отметить, что большинство людей, которые пришли сюда сегодня, поддерживали кандидатов президента и действующего президента Петра Порошенко. Он сделал жизнь безопасной в Украине. Люди чуть подзабыли, что есть война. И какой ценой эта безопасность дается. В первую очередь мы хотим его поблагодарить и поддержать. У него есть своя политика. У него больше уважения. Он не незнакомец для Европы и его уважает в Европе. По окончанию дебатов Петр Порошенко вышел на арену к людям. Он пообщался с людьми, ответил на вопросы. А также сделал с ними селфи и поблагодарил за поддержку. Петр Порошенко! Петр Порошенко сказал, что готов присоединиться к нему 19-го числа. Но только если это не будет совпадать с дебатами на Суспильном. Тата, на этом все. Я так понимаю, это была корреспондентка ЮИТВ Тата Кривенко. Кандидат в президенты Петр Порошенко встретился со своими избирателями на НСК Олимпийский в Киеве. Он инициировал там проведение дебатов. На них пригласил своего оппонента Владимира Зеленского, который сегодня не пришел. Ему 24, и он самый молодой директор школы в Украине. Николай Чайкин возглавил Мариупольскую школу номер 26. Как приняли Николая старшие коллеги, и как он собирается развивать школу в материале донецких корреспондентов ЮИТВ. Николай Чайкин стал директором Мариупольской школы в 24. Волновался, найдет ли общий язык со старшими по возрасту подчиненными. Восприняли, у них был шок. Но потом все-таки я увидел хорошее настроение. И да, я думаю, в будущем мы сдружимся. С начала моей работы прошел всего месяц. Но я думаю, все будет дальше налаживаться, конечно. Коллегам молодой директор сразу понравился. Верит, что его нововведения принесут пользу школе. Он более современный в подходах с работой с учениками, с преподавателями. Доверие, да, конечно же, к нему есть доверие. Он расположил себя к учителям. Неплохо так довольно-таки. Было требование нашего нового директора в том, что девочки, например, с длинными волосами в столовую приходят с косами, с хвостиками, чтобы не было распущенных волос. Ну, скажем так, сработало. За несколько недель работы Николай Чайкин стал любимцем первоклашек. Ты знаешь, что в твоей школе самый молодой директор, Леша? Да. Да? И как тебе такая новость? Хорошая. А в чем тебе нравится этот молодой директор? В том, что он красивый. До этого Николай работал учителем в лицее. Директором стал, выиграв конкурс. Кроме Чайкина, в нем участвовали еще двое претендентов. Перед комиссией из учителей и родителей он представил детальный план развития школы. Изюминки моего плана развития – это активная профориентация экскурсов в профессию, чтобы наши ученики, выпускники были более компетентны в выборе своей будущей профессии. То есть, чтобы они знали, что они будут в той или другой профессии, какие деньги они будут зарабатывать. У Николая много планов по развитию и модернизации школы. Он надеется, что при поддержке коллектива учеников и их родителей сможет сделать ее образцовой. Даниил Солодов, Борис Яковенко, Мариуполь, Юэй Ти Ви. Первый арт-поезд на территории Европы запустят в Украине. Он отправится 26 апреля с Киева в Мариуполь и будет вести музыкантов, художников, актеров и других желающих попасть на фестиваль стартап «Гогольфест». С создателями проекта познакомилась наша съемочная группа. Уже через две недели на «Гогольфест» отправится «Арнтрейн». Как он создавался и кто эти люди, которые делают поезд, мы узнаем сегодня. Денис – главный идеолог и организатор «Гогольфеста». Идея появилась у него еще в студенчестве. Несколько лет во время студенческой недели каникул он с одногруппниками и друзьями выкупали целый вагон и путешествовали по Украине. Логическим завершением для всех вагонных путешествий стала идея взять целый поезд. Мы долго над этим думали, и отлично, что Министерство инфраструктуры и Укрзалезница пошли нам навстречу. Теперь работаем. Вон там группа работает, думает, как это разрисовать. У нас партнерский проект между «Гогольфестом», Министерством инфраструктуры и Укрзалезницей. Просто они не могут дать нам бесплатный поезд в силу обстоятельств, и мы это понимаем. Мы просто оплачиваем эквивалент. В принципе, это обойдется где-то в 300 тысяч с поезда. Сейчас проект уже на финальной стадии. Создатели доделывают эскизы и укомплектовывают команды художников. Примерно это 25-30 художников будет задействовано в этом проекте. Это либо какие-то официальные художники, которые уже работали с какими-нибудь большими украинскими проектами, делали какие-то муралы по Киеву или где-либо. Либо часто это какие-то стрит-арты. От 96 до 48 часов пойдет на подготовку воплощений. Эскизы не покажу, потому что это государственная тайна и попадает в ауэффект. Классно увидеть будет это на непосредственно вокзале. Разрисовать поезд будут через несколько дней. А после фестиваля вагоны станут музеем и будут также разрисованные внутри и снаружи путешествовать по Украине. В Таиланд без виз 14 апреля гражданам Украины не нужна виза для туристических поездок в Таиланд. Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины. Срок пребывания без визы до 30 дней. При этом в департаменте предупреждают, во время прохождения паспортного контроля, помимо загранпаспорта, могут попросить обратный билет и подтверждение забронированного жилья. Украинскую транслитерацию Киев вместо российской Киев теперь пишут в международном аэропорту Арио-Аль-Серио в Италии. По такому же принципу изменили и обозначение Львова со Львов на Львив. Это уже 26-й аэропорт, который присоединился к компании Украинского Министерства иностранных дел Correct UA. Она стартовала в октябре. МИД Украины призывает иностранные официальные учреждения и коммерческие компании отказаться от использования основанных на русской транскрипции названий украинских городов и перейти на правильные Киев, Одесса, Харки, Львив. Я украинец, а не русский. Украинский борец греко-римского стиля Жан Белинюк, который накануне стал трехкратным чемпионом Европы, завоевав золотую медаль в Бухаресте, резко отреагировал на ошибку Международной Федерации греко-римской борьбы. На официальной странице в Инстаграм появился пост о победе Белинюка, где возле его имени в скобках указали, что спортсмен представлял Россию. Белинюк выставил этот скриншот, обвел сердцем надпись «Укр» на своей спине, добавив «I'm Ukrainian», я украинец. На данный момент этот пост в аккаунте Федерации удален, а в новом он уже указан как украинец. Накануне в Бухаресте в решающей схватке в весовой категории до 87 килограммов украинский спортсмен победил азербайджанца Ислама Аббасова. Это третья золотая медаль Белинюка на чемпионатах Европы. Это и другая информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UTV.U. Заходите. Следующий выпуск новостей уже через два часа. Оставайтесь вместе с UTV. И спасибо, что вам интересно. Украина! Субтитры создавал DimaTorzok